Стрелок-горнолыжник задержан. Молодого человека, устроившего стрельбу на горнолыжной базе в Богородском районе, доставили в суд для вынесения меры пресечения. Началось все с обыкновенной ссоры. Один водитель на парковке не уступил дорогу другому. Словесная перепалка переросла в вооруженную. Молодой человек дважды выстрелил из травматического пистолета «Гроза-21» в упор в голову 51-летнему мужчине. Пострадавшего тут же госпитализировали в Богородскую ЦРБ, где провели операцию по извлечению осколков из головы. Сейчас мужчина в коме, и за его жизнь борются врачи. Полицейские тем временем задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний Павел Бровкин. В суд для избрания меры пресечения прибыл и отец задержанного. В свои 24 года молодой человек занимает пост генерального директора группы топливных компаний. Берите микрофон. Ничего не было объяснено. Разберите ситуацию. Ну а почему вы не сделали это? Что сделали? Вы знаете что-нибудь? Человека выстрелили. У вас недостоверная информация. Ребята, гуляйте, гуляйте. Вы что за решили? Сидите, вы греете. Вы считаете, что вы сына этого не совершил? Я спрашиваю на имя и нельзя узнать. Следствие покажет. После того, как он был задержан Бровкин, Павел Николаевич, результаты анализа показали, что он был в состоянии наркотического опьянения. Кстати, как сообщили в суде, Павел Бровкин был под действием кокаина, который считается самым дорогим и элитным наркотиком. Но что касается меры пресечения, то теперь до суда он будет под домашним арестом. Хотя государственное обвинение намерено выйти в суд с протестом, для того, чтобы Павла Бровкина держали под стражей, чтобы он не имел возможности оказывать давление на свидетелей. И еще раз напомню, что конфликт в нашем предыдущем сюжете произошел из-за того, что один человек не уступил места на дороге другому. И надо сказать, что нервы на дороге у водителей сдают довольно часто. Вот яркий пример. Один подрезал другого и стал подставлять еще и свою машину. Ты больной, что ли? Номера 969КГ Кстати, оба водителя за такое поведение могут быть привлечены к ответственности. Один за то, что умышленно создавал помехи дорожному движению, а второй за то, что совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Продолжение следует...